Тандыр кебаб Для сегодняшней программы выбрал это блюдо Для этого нам понадобится свежая баранина В данном случае это лопатки молодого барашка У нас их две штуки Также нам понадобится соль, кориандр, красный перец черный, паприка А также ветви туи, которыми мы будем украшать наше мясо перед тем, как опустим в тандыр Кстати, это блюдо готовится в тандыре Тандыр это такая восточная печь В данном случае это кувшин керамический, который обложен термостойким кирпичом и обмазан цементным раствором Они бывают наземные, также бывают подземные Куда вывешивают целого барашка Что мы делаем? Каждый кусок мы обмажем, в нашем случае подсолнечным маслом Можно взять любое масло, оливковое Для того, чтобы к куску мяса спокойно прилипали наши приправы Для этого я ее налью вот в такой вот небольшой поднос и кисточкой начну смазывать каждый кусок Смазываем с обоих сторон лопатку маслом Как я уже говорил, чтобы на нем задерживалась соль, перец и другие приправы И оставляем место, за которое она будет подвешиваться Сейчас таким же образом я смажу вторую лопатку Вот, как-то вот так Для того, чтобы соль и специи плотно проникали Мы делаем небольшие надрезы Тем самым разрезая верхнюю пленку Которая при температуре может стягиваться и выворачивать мясо Подобные разрезы нам позволят уйти от стягивания мяса И лопатка будет жариться равномерно, ровно, не сворачиваясь Делаем такие надрезы, неглубокие Достаточно только прорезать жир, который сверху С обратной стороны этого можно не делать, потому что здесь нет жира, нет пленки Здесь мы уже видим чистое мясо Далее, первым мы наносим соль Потому что соль, взаимодействуя с мясом и маслом Растворяется и тоже создает некий такой влажный эффект Который позволяет в дальнейшем другим приправам плотно прилипать к мясу Солить нужно обильно, потому что наше мясо не сможет пропитаться насквозь солью Вот, для этого его нужно мариновать Я готовлю это блюдо не маринуя Да и, по-моему, все его делают таким образом Хотя я слышал, что, допустим, в Узбекистане подобное блюдо подвергается какой-то мариновке До 5-6 часов Посолив наши лопатки, мы приступаем к другим специям Первым идет кориандр Сыпем много с обоих сторон Когда сыпите, можете не волноваться, что этого будет много Потому что в печи очень сильный огонь И в первый же момент соком, с жиром от мяса Осыпется, улетит и стечет львиная доля всех приправ Поэтому сыпем много, не стесняемся Следующая, это зира Ее перетираем руками Некоторые добавляют соль, для того, чтобы был как абразив Ну и я так попробую немножко Мы ее перетираем вручную и посыпаем сверху нашей барашки Точно так же делаем и со второй такой Конечно, можно все это перемолоть на специальных устройствах Но в этом есть своя прелесть Когда целое зернышко начинает гореть в тандыре Оно немного по-другому дает вкус мясу Тому, что нужно будет, отлетит в тандыре А останется только именно то, что мы перетерли То, что плотно прилипло Закончили с зирой И переходим к черному перцу Кстати, чтобы наш тандыр не потух В него надо периодически подбрасывать дрова Что я сейчас и делаю Тандыр мы разожгли час назад Для того, чтобы он набрал нужную температуру И ему нужно прогреться приблизительно полтора часа А лучше два Где-то час с небольшим он у нас уже горит Пока мы будем мариновать наше мясо Тандыр подойдет Переходим к черному перцу Перца у нас два в маринаде Есть черный и есть красный Вот одну нашу ножку я сделаю и с черным и с красным перцем Это для любителей, будем говорить, острых ощущений А вот вторую ножку мы замаринуем паприкой и с черным перцем Без красного Можно это все еще довести пальцами, перемешать все Чтобы перец равномерно смешался со всеми другими приправами Вот таким образом Чтобы он зашел во все наши надрезы, которые мы сделали Это тоже немаловажно Потому что оттуда он дальше будет расходиться в сок мяса И давать вкус И после того, как все специи уже нанесены на мясо Остается самый последний и самый важный ингредиент ветки туи Это то, что отличает тандыр-кебаб от обыкновенного шашлыка Ветки туи мы заточим их кончики И будем втыкать в каждый кусок Приблизительно по 2-3 веточки на каждый кусок мяса Когда мы будем опускать наше мясо в тандыр Эти ветки начинают сгорать и выделяют особое масло Которое насыщает нашу баранину очень специфическим вкусом И делает из нее тандыр-кебаб Вот таким образом по одной веточке мы втыкаем в каждую ногу С одной и с другой стороны Вот так вот мы втыкаем Вот так будет выглядеть готовый к погружению в тандыр кусок мяса Один у нас готов Сюда мы тоже воткнем пару веток Вот таким образом Хотя здесь у нас немножко веточки мельче Я добавлю еще одну Ну вот, наша баранина готова к погружению в тандыр Для этого нам понадобятся уже не совсем кухонные инструменты А уже более тяжелый металл Арматура, на которой будут висеть бараньи ножки И проволока, при помощи которой мы закрепим на ней наше мясо Делается это следующим образом Обыкновенно на удавку И хорошенько закручиваем, чтобы во время жарки Ткани у нас разорвет в этом месте Останется только косточка Поэтому я обворачиваю два раза Перестраховываясь, чтобы мясо не упало на дно тандыра Точно так же поступаем со второй ножкой Возникает у самого вопрос Чем пользовались пастухи До того, как изобрели проволоку Теряюсь в догадках Ну, вот так Ну что, друзья Отправляем наше мясо в тандыр Приблизительно на полтора часа Моя задача в этот момент Быстро поместить мясо в тандыр И накрыть его крышкой Для того, чтобы туя не успела обгореть Щели, которые появились между нашей крышкой и тандыром Я закрываю мокрым полотенцем На самом деле, мне их понадобится здесь очень много Это что-то напоминает пов Когда мы его уже томим в последней фазе И быстро замазываем поддувало нашей печи глиной Тандыр загерметизирован Поддувало замазано глиной Теперь остается подождать полтора часа И наш тандыр-кебаб готов Ну что, друзья Наши полтора часа прошли И время доставать бараньи ножки из тандыра Открываем Теперь нам нужно избавиться от туевых веток Это нужно делать аккуратно, потому что они будут сыпаться и пачкать мясо Вот таким образом С другой стороны тоже Я покажу вам, как она осыпается Это уже практически пепел Вот наше мясо Остается снять Ролоку И то, на чем она держалась И вот, когда мы уже освободили наши ножки Вот так они у нас получились Теперь пробуем Делаем срез С одной ноги Одна лопатка у нас была С красным острым перцем Вторая с паприкой Сейчас это уже сложно понять Будем пробовать на вкус Мясо пропеклось Получилось то, что надо А что отловся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова